Сейчас мы находимся с вами внутри нового Discovery, так как большой ажиотаж вокруг автомобиля решил снять его сначала изнутри, а потом обойду снаружи и покажу вам экстерьер. Приборный щиток, кстати довольно примитивный приборный щиток, вот эта ландроверская, ранжроверская фишка, разметка самого щитка, она как-то выглядит бедновато, вот эти два круга, два колодца, единственное, что центральный экран каким-то образом делает богаче. А вот здесь интересная фишка у климат-контроля в этой панели, большой монитор, навигация и видите слева кнопочка Open, если нажать эту кнопку, ничего не произойдет, если нажать ее еще раз, вот, надо было нажать посильнее, откроется вот такая вот емкость. Там есть слот для диска, очевидно для навигации, но тем не менее это все-таки как бардачок используется. Ну, все сделано достаточно спорно, даже если открывать просто бардачок вниз, например, он открывается обычно, а если открывать верхний бардачок, то он на резинке, видите, он берет и назад, вот так вот захлопывается. Строчка, это не кожа, это кожзам, это прямо очень сильно заметно. Сиденье, есть у меня сомнения в долговечности кожи, потому как, конечно, много журналистов прошло уже, но тем не менее, но новая машина только что привезли. Очень непрактичный глянец, управление селектором, переключение передач, электрический ручник, режимы движения. Здесь у нас даже есть HDMI-разъем, обратите внимание, и разъем под сим-карту. Здесь какие-то мультимедийные возможности предусматриваются. Мультирольф в традиционном таком стиле для Discovery. Дерево рельефное, как и положено сейчас в последней тенденции, такая вот оно, немножечко с прожилками, выступающими, которые тактильно ощущаются. Что вот это вот за вставки, я так и не понял. Все, на самом деле, многие элементы сделаны кожзам, дешевым кожзам. Вот эта штука, она гремит, и что под ней, я не понимаю. Я думал, что сейчас будет бардачок, но она реально гремит. То есть, когда даже трубочка под пальцем, она гремит. И, я думаю, тут многие вещи будут греметь. Обратите внимание тоже на сиденье на боковине. Какое оно состояние превратилось на буквально первый день выставки. То есть, еще сегодня пресс-день, напоминаю, пока эта машина не показана обычной публике, только журналистам. Все отделано черным лаком. Вставки на задних дверях. На новом концепте. Болемые тоже вставки теперь на задних крыльях, на задних дверях. Стало модно еще сбоку вставлять свои шильдики. А теперь давайте обойдем саму машину и пройдем немножечко вдоль стендов, чтобы вы увидели, как вообще выглядит новая Discovery. Сзади вот машина попроще стоит. Это спорт. На этом вот мы ходим вокруг, собственно говоря, самой премьеры, новинки. Очень много людей вокруг интересуются машиной. Вот сейчас подойдем посмотрим, претерять сидений. Ну, как мы видим, стритник каждого сидения в багажном ключе не остается, но пакеты поставить можно. Ну, это у всех автомобилей так происходит. Вот мужчина там колдует с кнопками, не может что-то разобраться. Что-то пытается делать. Видимо, откинуть или наоборот положить. Но ничего у него не получается. Видите, как он недоскураженный. И вот как эти мужчины, это ландроид. Вот, наверное, будет наиболее интересный для вас ракурс. Я сейчас обойду машину стоящего на стенде. Чёрные диски моды сезона. Каждый уважающий себя бренд имеет чёрные диски, версию с чёрными дисками на этой выставке. Раньше их красили мы сами в гаражах баллончиками. И все говорили, что это колхоз. А теперь это стало официально. Колхоз и стало модно. Ну, видите, шильдики тоже чёрные. То есть есть простор для деятельности. И брать на старых автомобилях, сковыривать буковки и перекрашивать их в чёрный цвет. Заглядываем вниз. И видим, что висят какие-то пластмассовые куски. Кроме пластмассовых кусков, мы видим два выхлопных бачка выхлопной системы. Проходя мимо, посмотрите, может быть, кто-то из вас не видел. Как он берет его. Элок кабриолет. Кстати, довольно интересное решение для EWOCO. Кроссовер кабриолет. Ну и возвращаясь к Discovery. Мы посмотрели оранжевый Discovery. Вот у нас итальянцы вещают. Все стоят и вещают про этот Discovery. Из него сделали, конечно, такую прямо вот сенсационную премьеру. Хотя, на самом деле, ну, честно говоря, я не увидел в этом автомобиле что-то такое, что заставило бы меня удивиться. Я не буду говорить ничего не про надежность, не про что. Тут все сами все про это знают. Дай бог, чтобы с качеством бренда все было лучше, чем раньше и с каждым разом улучшилось. Ну, кстати, можно посмеяться немножко. 6,5 литров нам обещают. Всемиместная машина. SD4 2 литра 240 лошадиных сил. Здорово, что мы с вами посмотрели интерьер сначала, потому что в покупке интерьера очень ажиотаж. Все время сидят 4 человека в салоне. Журналисты со всех каналах все фотографируют, каждая деталь. Ну, в первом приближении впечатлений составлено. Осталось, конечно, на этой машине прокатиться, чтобы что-то рассказать. Может быть, она меня чем-то удивит. Вернемся к этому вопросу. Все знают, как я люблю этот бренд. И с большим удовольствием его тестируют. Спасибо. Всем пока. Ярослав Левашов. С Париж Торн. Салоны.